Детская практика Были актуализированы и углублены знания, приобретены умения изучать и анализировать условия организации в деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, но также приобретен опыт анализа документации, бесед с работниками учреждений общего образования, наблюдение за деятельностью детей и педагогов, проведение отдельных видов психолого-педагогического сопровождения. В образовательных учреждениях были созданы необходимые условия для ознакомления с деятельностью педагогов, а также с организацией образовательной деятельности самих учреждений. Мы беседовали с представителями администрации детского сада «Зоринка» и 24-й школы, нам провели экскурсию по данному образовательному учреждению, также предоставили необходимую документацию для подобного ознакомления с вопросами организации и осуществления педагогического процесса в этих учреждениях. Много о детском саде «Зоринка». Приоритетным направлением дома номер 77 является физическое развитие, поэтому их физкультурный зал хорошо оснащен спортивным инвентарем, тренажерами и традиционным спортивным оборудованием, а также в каждой возрастной группе созданы физкультурные центры. Помимо этого, в каждой группе есть уголок сюжетно-родевой игры, творческая мастерская, природный уголок, уголки для музыкальной и театральной деятельности, а также речевой уголок. Таким образом, для детей создана очень богатая развивающая среда. 24-я школа расположена в трех зданиях. В здании номер 1 обучаются дети с 1 по 11 классы, в здании номер 2 с 1 по 4 классы, в здании номер 3 располагается детский сад. В классных кабинетах начальных классов имеются классные уголки. Также на стенах могут располагаться тематические украшения и листинг-газеты, шкафы для методологической литературы, доски. В кабинетах начальных классов у каждого ребенка есть свой шкафчик, полка, то есть усилиями педагогов и родителей была создана благоприятная атмосфера для изучения. За время прохождения практики нам удалось пронаблюдать работу педагога-психолога доу, а именно психолого-педагогическое сопровождение, диагностическое и коррекционно развивающая деятельность, работа педагога-психолога в школе, диагностическую и коррекционно развивающую деятельность, работа воспитателя доу и учителя в начальных классах, коррекционно развивающую деятельность учителя-логопеда в школе и доу. В знакомстве с деятельностью специалистов мы, конечно же, работали из их документации. Все педагоги осуществляли образовательную деятельность, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. Хотелось бы отметить работу учителя начальных классов, который продемонстрировал великолепное владение и применение различных методов и приемов обучения. Он, как и воспитатель ДОУ, умело сочетал формулы обучения, учитывал особенности регуляции поведения детей, обеспечивал эмоциональный комфорт каждому ребенку. Мы считаем, что опыт, полученный нами в ходе данной практики, несомненно, будет полезен нам и дальнейшим. Было очень интересно познакомиться с разнообразными видами деятельности специалистов, узнать их специфику, особенности применения на практике различных методов и приемов. Также хотелось бы указать, что при прохождении учебной и знакомительной практики не так много возникло трудностей. В основном они были связаны с анализом занятий и уроков, так как мы не владеем методиками, по которым работали педагоги. В заключении отчета скажу, что поставленные задачи нами были выполнены. В результате прохождения практики нами усвоены особенности организации учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях и деятельности учителя начальных классов. Педагога-психолога, учитель-могопеда. Приобретено умение осуществлять анализ различных методов и психологов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова